Здравствуйте! В этом видео про аптечные дешевые таблетки для комнатных растений. Я насчитала 18 препаратов. Их можно как смешивать, так и применять по отдельности. Долго я вас томить не буду. Сейчас сразу начнем с этих подкормок. Будет большое количество всех тех таблеток, которые есть у нас с вами дома. Я уже давным-давно применяю все эти таблетки и показываю вам результаты уже несколько лет на своем канале. Итак, нам понадобится литр воды. Все таблетки можно применять именно на литр воды. Я вам расскажу тезировки и с чем можно смешивать. А также их можно применять по отдельности. Первая и очень полезная таблеточка это мумиё. Это гуминовые кислоты, которые крайне необходимы нашим комнатным растениям, особенно в стрессовых ситуациях и, конечно же, в зимний период. Мумиё это натуральная биологическая добавка для людей, которые помогают нормализовать еще нервную систему и здоровье и иммунитет. И почему же не применять их для комнатных растений. Для взрослого растения я беру две таблетки мумиё. Гуминовые кислоты сейчас стали очень часто добавлять в удобрения. И все эти удобрения стоят баснословных денег, бешеных денег, на которые я, в принципе, не готова тратиться. Мумиё можно применять как отдельно, то есть отдельный компонент. Одна таблетка на молодое растение, две таблетки на взрослое. Также можно в мумиё добавлять спирулину или хлореллу. Спирулина это сине-зеленая водоросль, то есть это микроводоросль, которая богата всеми полезными макро-микроэлементами. В ней содержится более 200 минералов. Есть витамины группы А, В, С и Е. Большое количество макро- и микроэлементов. Также служат источником кальция, калия, меди, хрома, железа, магния, марганца. Есть даже небольшой процент фосфора. Есть селен, натрий и цинк. Очень хорошо влияет спирулина на сами листики. Они становятся более зеленого, красивого, изумрудного, настоящего цвета. Не больные. Спирулина есть разные. Есть в таблеточках, есть в порошке, есть в дозировке разные. У меня у спирулина на 1000 мг таблетка. Я применяю одну таблетку. Есть спирулина плюс хлорелла. В порошке покупала на Валберис уже, наверное, года полтора или даже два назад. Поэтому сейчас могут цены меняться. Смотрите, кому это интересно. Есть жидкая спирулина, есть жидкая хлорелла, но они более-таки щадящие. Концентрат у них очень низкий. Я считаю, что они малоэффективны. Когда мы сами делаем дозировку, вот если, например, спирулина плюс хлорелла, порошок 1 грамм, то получается более мощный концентрат. И для здоровья можно добавить витамины, можно добавить обычный даже биогумус. Гогумус сюда можно добавить для иммунитета эхиноцею. Все мы прекрасно знаем, что эхиноцея укрепляет иммунитет. Если у нас как раз в осенне-зимний период у людей ослаблен иммунитет, то эхиноцея помогает справиться с различными инфекциями и помогает укреплять иммунитет. А также помогает, если ослабленный иммунитет и быстро нападает инфекция. То же самое у нас и с растениями. Я применяю одну таблетку эхиноцеи на этот литр, где у нас как раз спирулина и мумио. Получается прекрасный настой для растений. Можно применять один раз в 10-14 дней курсом до 3-4 раз. Следующие аптечные таблетки, которые мы все с вами применяем для растений, это панангин, который содержит калий и магний. Можно им поливать. Берете одну таблетку панангина и поливаете под корень. Разводите на 1 литр. А также у нас есть с вами аспаркам. Но чаще мы все используем аспаркам. Панангин редко кто покупает. Аспаркам стоит немножко подешевле. Аспаркам и панангин содержат калий и магний. Магний у нас является самым важным элементом для осуществления таких основных функций в растении, как фотосинтез. С помощью магния как раз у нас будет налаживаться весь хлорофилл. Как применять панангин либо аспаркам для растений? Берем одну таблеточку и вот так вот прикапываем. Она постепенно разлагается. Примерно так можно вносить один раз, там 2-3 месяца. То есть можно уже калий и магний не использовать для этого горшочка. Там все постепенно с поливом будет разлагаться и поступать в корневую систему. Вот смотрите, я прикопала фиалку. Она сейчас немножко у нас просыпается и даже зацвела. Поэтому будем подкармливать панангином либо аспаркамом. Также можно применять и подкорень. Одна таблетка на литр и поливаем подкорень, но уже придется почаще. Один раз в 7 дней курсом до 3-4 раз. Следующая витаминная подкормка для того, чтобы растения не болели, в зимний период не стрессовали. Если есть, например, недостаток света, то исполняется с помощью некоторых элементов. То есть растение сильно вытягиваться не будет. Будет налаживаться и увеличиваться корневая система. А также листовая пластина будет красивого изумрудного цвета. Нам понадобится литр воды и первое средство это лимонтар. Что такое лимонтар? Это янтарная кислота плюс лимонная кислота. Такую подкормку любят, увы, не все растения. Больше всего обожают, конечно, спацифилум либо антуриум. Если у вас антуриум и спацифилум растут в нейтральном грунте, но это как большинство, те, кто использует именно нейтральный, вот именно лимонтаром можно подкислять им грунт. Тогда у них будет слабокислый грунт и они будут еще быстрее, активнее и прекраснее расти. Для лимонтара понадобится одна таблетка на один литр воды. Если, например, сильно закармливать лимонной кислотой, янтарной кислотой, то, естественно, будет наоборот сильное подкисление. К примеру, антуриум и спацифилум любят только слабокислую среду, не сильно кислую, имейте это в виду. Янтарная кислота, которую больше процентов содержится в лимонтаре, как раз влияет и на развитие корневой системы для того, чтобы растение и не болело. Также можно внести сюда простые витамины, просроченные, которые содержат большое количество минералов от А до цинка. Здесь витамины группы В, здесь даже есть и фолиевая кислота, витамины А, В, С есть. То есть многое-многое другое, то, что нужно нам для наших растений. Витамины тоже просроченные, применяю их уже давным-давно. В среднем беру две таблеточки этих витамин на большой цветок, либо одну таблетку на молодой цветок. Именно такие таблеточки применяю абсолютно для всех растений без исключения. Но уже дальше смотрите сам состав вашего настоя. Либо с янтарной кислотой подкисляем только те растения, которым это нравится. Либо, например, убираем лимонтар и применяем витаминно-минеральный комплекс. Точно так же можно применять лимонтар отдельно от витамина-минерального комплекса и либо смешивать с другими препаратами, допустим, спирулина, допустим, мумио и многое другое. То есть все эти препаратики можно смешивать. Этим эликсиром лимонтар плюс витамины можно поливать один раз в 10 дней, курсом до 3-4 раз. Растения, те, которые любят подкисление. Следующая замечательная и просто великолепная таблетка, которая может спасти наше комнатное растение от переизбытка влаги, от переизбытка макро-микроэлементов. Это активированный уголь. Активированный уголь хорошо помогает как сорбент. Он впитывает влагу и впитывает лишние элементы, которые уже не нужны нашим комнатным растениям. Бывает такое, что мы просто перекарливаем с удобрениями, с органикой, с теми же самыми таблеточками. То есть многие подкарливают просто хаотично. А хаотично это сегодня одна подкормка, например, для корневой. Завтра кому-то захотелось, например, нарастить листовую массу подкармливую с другой подкормкой. То есть это и есть хаос в подкормках. С помощью активированного угля как раз и налаживается весь этот процесс, потому что впитывается все лишнее, особенно влага, а также спасает наше комнатное растение от переизбытка влаги, тем самым не наступает ни корневая гниль, ни черная ножка. Применяется очень легко. Одна-две таблеточки на горшочек и можно просто прикопать. Также можно раздавить между двумя ложками таблетку и присыпать сверху. Активируемый угры также снижает кислотность почвы. Например, мы подкормили с вами органикой герань, а вы не знаете, какая кислотность у почвы, и начинают желтеть листики. С этим надо будет бороться, потому что сильное закисление, например, для герани, не нужно. Это не с пацифилом, который любит кислую почву. Поэтому учитывайте все эти моменты. Применяйте хотя бы для профилактики активированный уголь, чтобы в дальнейшем предотвратить различные заболевания растения. И следующая подкормка направлена на набор листовой массы. И первое, что нам понадобится, это витамины минеральный комплекс. Эти витамины у меня просрочены, на канале вы видите, у меня их уже давным-давно применяю их постоянно. Содержат витамины А, В, витамины фолиевая кислота, витамины В12, биотин, цинк, железо и многое другое. А также добавляю спирулину. Спирулина у меня на 1000 мг. И применяю одну таблетку на литр воды. Есть спирулина в жидком виде, есть также хлорела в жидком виде, но я считаю, что они малоэффективны по сравнению с такой мощной дозировкой. И как раз растение налаживает свой хлорофилл и прекрасно растет. И обязательно добавляем нашатырный спирт. Это аммиак аптечный, 10%. Всегда с аммиаком будьте осторожны. Это, во-первых, запах очень резкий, многие просто не выдерживают, начинают кашлять. Нам понадобится максимум 2 мл на 1 л воды. Если применять побольше, то можно сжечь корни. И наоборот, растение у вас заболеет и не выдаст ни одного листочка, а наоборот, все сбросит. Пойдет резкое пожелтение листьев. Применяем азотное удобрение не чаще, чем 1 раз в 2 недели. Не чаще, повторюсь, потому что если будете часто, то будет переизбыток азота. И пойдет, наоборот, обратный эффект, то есть пожелтение листьев, сброс листьев и растение будет болеть. С азотом всегда будьте осторожны и поливайте только по влажной земле. Понемногу, не заливаясь, стараясь не задевать именно корневую систему, если вдруг она у вас на поверхности. Естественно, листочки тоже не задевайте и сам стволик. Поливаем понемногу. Когда можно применять азотные удобрения для комнатных растений? Применяйте только тогда, когда у вас хорошая корневая система. Если ее нет, то сначала наращивайте корневую, а потом уже только листовую массу. Следующая подкормка для чахнущих, болеющих растений с янтарной кислотой. У меня практически под каждым видео есть комментарии, как правильно использовать ту или иную янтарную кислоту в порошке, в таблетках, а либо янтарин. Давайте я вам все расскажу. У меня есть янтарная кислота на 400 мг. Я ее использую для более взрослых растений. То есть здесь получается 0,4 г на 1 литр воды. Это одна таблетка. Но точно так же существует еще и на 100 мг и на 200 мг янтарная кислота. Вот смотрите, я вам показываю янтарную кислоту на 100 мг. Значит нам понадобится 2 таблетки на 1 литр воды. Это стандартная дозировка 0,2 г на 1 литр воды. И берем 2 таблеточки. Они в принципе растворяются очень быстро. Если, например, у вас молодое растение, берите 2 таблетки, то есть 200 мг. Если у вас взрослое растение, берите на 400 мг. Также есть янтарин, который применяется 1,5 мл на 1 литр воды. Есть и порошочек, янтарная кислота, специальная для растений. Она применяется 0,2 г, до 0,5 г это максимум. То есть для взрослого растения можно немножко увеличивать дозировку. Можно применять как по листу, так и поливать под корень. По листу можно опрыскивать не все растения. У меня, к примеру, фиалки, у них остаются пятнышки, у глоксини тоже. Те растения, которые имеют опушку, я с янтарной кислотой перестала опрыскивать уже давным-давно. Либо просто снижала раньше дозировку. Ну, был эффект, но все равно иногда оставались пятна, поэтому перестала. Лучше всего такие поливать. Ну, к примеру, герань. По листу она выдерживает, но лучше ее под корень. И не часто, потому что янтарная кислота, она тоже подкисляет грунт. Например, антуриум обожает именно янтарную кислоту и по листу, и под корень. Спацифилум тоже обожает. Замиокулькас прям вообще рад и растет прекрасно именно с янтарной кислотой. Вот замиокулькас точно один раз в неделю опрыскиваете постоянно. И корневая увеличивается, и листочки такие красивые становятся. То есть он растет намного быстрее. Если, например, у вас, кстати, есть цветы, которые надо опрыскивать, ставьте их в одно место и одновременно все опрыскивайте, чтобы не попадало на те растения, которые не нужно опрыскивать. Поливаем понемногу с янтарной кислотой. Не заливаем. Я вот сейчас поливаю свой фикус. Если кто помнит, у меня был огромный фикус. Я его отдала, отщипнув себе маленькую веточку. Смотрите, у меня за 7 месяцев вырос опять большой фикус. Ну, вот растет он у меня как пушистик, такой маленький, красивенький. Люблю именно маленькие фикусы. Большие я, конечно, раздаю, потому что занимают много места. Следующий прекрасный стимулятор для активного роста растений, для всех без исключения, это алоэ. Можно использовать настоящее алоэ, но я рекомендую после 2-3 лет листики брать, отрезать и тогда использовать сок. Если они более молодые, то там меньше концентрата тех элементов, которые нужны для стимуляции роста. Химический состав алоэ великолепный, богатый. Есть и кислоты, есть и витамины группы В, С и есть. Есть даже эфирные масла, группы аминокислот, есть бета-каротин, есть смолистые вещества, есть даже большое количество минералов. Есть хром, фосфор, калий, магний, железо, медь. Есть также кислоты, которые лимонные, гиалуроновые, коричные и яблочные. То есть все эти элементы необходимы для прекрасного, активного, здорового роста растений. Вот такие вот ампулы по одному миллилитру, они разводятся на 1 литр воды, 1 мл алоэ экстракта жидкого. Алоэ это натуральная подкормка, которая состоит не только с полезных веществ, но и антиоксидантов, которые защищают растения от болезней. Можно смешивать с таблеточками мумио. Берем 1 мл алоэ и 1-2 таблетки мумио. Мумио это гуминовые кислоты, которые тоже великолепно влияют и на корневую систему, и на листовую массу, и на растения, сам активный рост. Независимо от погодных условий, независимо от микроклимата, где вы выращиваете. Также можно добавлять спирулину. Например, экстракт алоэ 1 мл плюс 1 таблетка спирулины. Если, например, это все смешивать, получается просто богатый именно на макро-микроэлементы настои. Также можно добавлять витамины, минеральный комплекс. Тоже получается прекрасная подкормка для растений. Это можно все чередовать. Главное, поливайте 1 раз в 7-10 дней, не заливая. Следующая таблеточка из аптеки, которая усиливает любое удобрение, это глицин. Глицин является источником аминокислот, которые не только полезны человеку, но и растениям. Удобрение с аминокислотами стоит более 700-800 тысяч рублей. Но если, например, давать в тот же самый биогумус 1 таблетку глицина, уже у вас получится биогумус с аминокислотами. Даже биогумус с аминокислотой стоит намного дороже, чем простой биогумус. Глицин также влияет на усвоение азотных удобрений, которые, в принципе, усваиваются на 30-50% это максимум. Глицин поможет азотным удобрениям усвоиться растениям практически на 90-100%. То есть сам азот будет лучше усваиваться корневой системой, проникать и будет быстрее наращиваться листовая масса. Из-за недостатка некоторых элементов азот также снижается в процентном соотношении и меньше усваивается. Поэтому если добавлять в любое удобрение глицин, то будет его усиление. Следующая подкормка для улучшения хлорофила, для того, чтобы листики оставались всегда красивого изумрудного цвета. Здесь будет применен мультивитаминный биостимулятор на основе концентрата усиленной формулы хлорелы плюс спирулины. Это порошочек. Обязательно берем литр воды. Я все свои средства разложу всегда на 1 литр воды. Если у вас намного меньше цветов, то берите саму дозировку на пол-литра, потому что смысл тратить лишнее или потом куда-то выливать. Первое средство это никотиновая кислота. Про никотиновую кислоту я вам также уже говорила. Применяется для тех растений, которые любят подкисленную почву. Это, к примеру, антуриум, спацифилум, герань. Можно поливать, но намного реже. Также фикус, кстати, поливала и финиковую пальму поливала с никотиновой кислотой. Все прекрасно, реакция тоже великолепная. Никотиновая кислота это те же самые кислоты, которые тоже необходимы для активного роста. Никотиновой кислотой можно как поливать, так и опрыскивать по листу. К примеру, никотиновую даже можно смешивать с янтарной кислотой. Получается мощнейшая там кислота, но в основном применяется для антуриума, либо спацифилума. Для других цветочков не применяйте такую мощную дозировку, потому что это слишком. Для того, чтобы не было у нас хлороза, нужно обязательно добавлять аспарка. А это калий и магний. Магний налаживает весь процесс. Калий помогает точно так же. С помощью магния и калия усваиваются все те элементы, которые у нас уже содержатся в грунте. Если сильный хлороз, добавляйте 2 таблетки на 1 литр воды. Если, например, вы поливаете впервые, можно применять 1 таблетку и далее смотрите на состояние вашего растения. Для большого цветка я применяю всегда 2 таблеточки аспарка, потому что там дозировка просто минимальна. И будем добавлять мультивитаминный биостимулятор на основе мощного концентрата, мощной формулы хлорелы и спирулина. У меня порошок. В составе хлорелы и спирулины большое количество макро-микроэлементов. Прям широкий спектр в биодоступной форме. Также есть более 650 полезных веществ в сбалансированном состоянии. Есть и комплекс фитогормонов, а также есть и ауксины. Есть белок высочайшего качества, который включает в себя более 40 аминокислот. И в том числе 20 самых основных, которые нужны для прекрасного роста растений. Есть и витамины группы А, В, есть В2, В5, есть В6, В9, В12, С, есть Д, Е, К, П, П. И очень важный момент, что содержится в хлорели, это природный антибиотик хлорелин. Он разработан по усовершенствованной технологии именно культивации хлореллы с дополнительными свойствами, которые помогают растению от самого маленького череночка там вырасти большим и красивым, если постоянно поливать со спирулиной и хлореллой. Можно поливать даже на постоянной основе, просто немного смешивать другие средства, чтобы менять небольшой состав. Хлорелла и спирулина это реально классный настой получается у вас, эликсир. Можно хоть как его назвать, волшебный эликсир, который помогает растениям великолепно расти. Таким эликсиром можно поливать один раз в 10-14 дней. Смотрите на состояние вашего растения, от переизбытка хлореллы, спирулины ничего не произойдет. Это не тот, например, азот, который более мощный, от которого может положить эти растения. А вот хлореллы, спирулины это постоянный источник нужных элементов в небольшом количестве. Следующая подкормка с фолиевой кислотой. Фолиевая кислота это витамин В9. Он помогает растениям в поддержании именно здорового обмена веществ и ДНК. Например, когда не хватает освещения, солнышка, точно так же начинается и хлороз, и не усваиваются у нас элементы. А если у вас еще дома прохладно, то растение может немножко болеть. Фолиевая кислота, она как раз помогает наладить весь этот процесс и помогает усваивать другие элементы. Витамины группы В лучше всего применять для маленьких растений, потому что на самой ранней стадии вегетации оно им прям необходимо. И до самой фазы цветения можно кормить витамином В. Далее, когда у нас растения отдыхают, можно подкармливать периодически, потому что витамины, они точно так же задерживаются и только приносят пользу. Фолиевую кислоту можно как поливать отдельно, так же можно опрыскивать по листу, но можно и смешивать с другими средствами. Фолиевую кислоту я смешивала не раз уже, например, с мумиё можно смешивать, можно смешивать с алоэ. Вот сейчас я вам покажу ампулы, алоэ экстракт жидкий. Берем 1 мл экстракта алоэ и 1 таблетку фолиевой кислоты. И поливаем под корень 1 раз в 10-14 дней. Можно также смешивать и с другими средствами, либо добавлять третье средство к этому, мультивитаминный комплекс. Но смотрите, мультивитаминный комплекс, он уже имеет фолиевую кислоту, а значит у нас будет усиливаться именно фолиевая кислота, витамин В. Это значит применяемо уже для более взрослых растений, потому что концентраты бывают разные и для всех растений нужно подбирать уже индивидуально. Следующая подкормка как по листу, так и под корень можно применять это ацетилсалициловая кислота. Но у меня она уже содержит аскорбиновую кислоту, поэтому усиление кислот это только для, например, тех, которые любят растения. Вот смотрите, я вам показываю аскорбиновая кислота. Есть простая ацетилка, где нет аскорбиновой кислоты. Можно купить ту и ту, но применяйте именно для тех растений, которым это нужно. С помощью ацетилсалициловой кислоты налаживается сам процесс и самое главное, можно пробудить растение одной таблеточкой. Нам понадобится одна таблетка на 1 литр воды, растолочь ее, растворить. Многие писали мне в комментариях, что обязательно нужно прокипятить таблетку ацетилсалициловую кислоту, тогда она начнет работать. Нет, это совершенно не так. Не нужно ее варить, не нужно ее там что-то с ней еще делать, просто она растворяется. Есть небольшой осадок, но это в принципе нормально для всех таблеток. Даже если какой-то кусочек попадет в землю, ничего страшного не произойдет. Ацетилка она пробуждает на активный рост, она как стимулятор. Например, растения сапушкой не опрыскивайте, потому что это уже кислота, она содержит, если у меня еще аскорбиновую кислоту, то на растениях сапушкой будут некоторые пятна. Поэтому применяем тогда под корень. Ту же самую фиалку можно поливать с ацетилсалициловой кислотой. Я уже поливала и глоксинью тоже, но добавляла туда другие средства. Можно добавить как раз для того, чтобы и налаживалась корневая система кальций. Это глюконат кальция, есть как в таблетках, есть и в ампулах. В ампулах там, возможно, дозировка немножко большая. Поэтому, если будете применять, то лучше покупайте глюконат кальция в таблетках. Я применяю 1-2 таблетки на 1 литр воды глюконата кальция. Что делает у нас кальция для растений, зачем он вообще нужен? Потребность в кальции у растений есть постоянно, особенно для тех, которые зимой спали. Их можно пробудить как раз с помощью кальция и быстренько все у нас пойдет с вами в рост. Далее можно добавить таблетку мумиогуминовой кислоты. Будет налаживаться весь процесс, пойдет активный рост у корневой системы. Сам цветочек проснется, будет у него действие к росту. А если у вас еще есть фитолампа, если нет, например, солнечного окна, вы проживаете, как я, в Кузбасс-Сибири, допустим, либо в несолнечных регионах, то именно такой коктейль поможет пробудить ваше растение к активному росту после зимы. Мумио, конечно, быстро не растворяется, либо толочь прям очень сильно между двумя ложками. Можно вот так вот замочить немножко, чтобы оболочка немножко смылась. Тогда можно спокойно будет раздавить мумио. С помощью кальция мы будем уже регулировать водный баланс. Растение будет обеспечено всеми элементами и будет, естественно, намного больше питаться нужными элементами. Если, например, почва уже практически вся истощена, вы давным-давно пересаживали ваше растение, то полейте простым вот таким вот эликсиром ацетилосалициловая кислота, плюс глюканат кальция и плюс мумио. Эликсиром можно поливать как по сухой почве, тогда чуть-чуть побольше, так и по влажной, но тогда уже не заливаем. Я вот сейчас поливаю фиалку. Грунт у меня здесь влагопроницаемый, значит, быстренько проходит вся лишняя влага вниз. Можно делать курс 1, 3, 4 раза через 7-10 дней. Следующий витамин для растений это витамин В12. Это кабаламины. Это группа кобаль, содержащих биологически активных веществ. Кстати, витамин В12 любит очень орхидеи. Поливала также и анториум, и фикус, и финиковую пальму, и гераньки поливала, и фиалки, и даже рассаду в прошлом году точно так же поливала с витамином В12. Прекрасно растет. Если, например, есть еще недостаток света, солнечных лучей, то витамин В12 помогает справиться с таким стрессом и не вытягиваться. Витамин В12 применяю для полива. Нам понадобится 1 таблетка на 1 литр воды. Если у вас жидкий витамин В12, можно брать 1 мл на 1 литр воды. Там быстренько все растворяется. Таблетка тоже очень быстро растворяется. Поливаем под корень 1 раз в 10-14 дней курсом до 4-5 раз. В основном применяется в зимний и весенний период. И последняя таблеточка на сегодня. Это самая важная таблетка. Это магний В6. Магний является важным элементом для осуществления таких основных функций в растении, как фотосинтез. То есть магний является центральным элементом в молекуле хлорофила. Без магния вы никогда не добьетесь того, чтобы всегда были красивые листочки изумрудного цвета. Если наступил хлороз, то применяйте магний и можно добавлять калий. Магний можно добавлять и в другие подкормки, другие таблеточки. Смешивать, например, с алоэ, с мумио. Также можно смешивать со спаркамом, усиливая процент магния. Потому что там тоже есть небольшой процент магния. Магний лучше всего вносить в почву, когда, например, вы подкармливали с какими-либо минеральными удобрениями и не добились желаемого результата. Потому что магний усилит ваше удобрение и будет намного лучше работать. Уже далее у нас азот и калий будет, форсфор улучшаться, а растениям намного лучше. Без магния все эти процессы будут тоже стоять на одном и том же месте. И можно просто остаться без растения, если вовремя не подкармливать магниями и подкорками. Магний надо применять практически всегда, хотя бы для профилактики. Один раз в 3-4 недели будет достаточно. Одна таблетка на 1 литр воды. Ну а на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите, как я выращиваю свои цветочки. Делюсь с вами советами, показываю, что с ними происходит, как я их выращиваю, чем подкармливаю. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите. Всем добро пожаловать и до новых встреч!